Всем привет, ребята, вы на канале StockOne, меня зовут Данил, и сегодня очередное быстрое видео, я вам расскажу сегодня о программе для мобильных устройств от компании Apple. Значит, это программа для камеры от Blackmagic, на которую в предыдущих видео я делал обзор. Она отличается тем, что здесь в ней есть, ну, так скажем, плоский профиль, да, который мы потом уже на постпродакшене можем с вами покрасить, применить какие-то свои луты там и так далее, то есть сделать из него что-то красивое. Если вы занимаетесь там шортс-видео какими-то для YouTube, либо там Telegram, Instagram и так далее, то есть, в принципе, можно свои видео делать, ну, как бы покрасивее, не только так, как снимает iPhone, а еще более профессионально с применениями разных цветовых схем. Вот, и цветов в своем видео. Ну, в общем, все это понятно. Значит, по программе, смотрите, сейчас, значит, вот так она называется, сейчас я свое лицо прикрою, ба-бамс, вот фильмик Pro и следующая там Legacy какой-то. Значит, одна из них, по-моему, фильмик Legacy, это у меня бесплатная моя старая версия, которую я приобретал еще, когда все было нормально, не помню, там рублей 300 она, наверное, стоила. Вот, а фильмик Pro это уже профессиональная версия, которая стоит, по-моему, подписка ежемесячная. Вот, каждый месяц нужно оплачивать, в Apple Store посмотрите, сколько она стоит, врать не буду, сейчас не смотрел. Вот, ну, там сколько-то, по-моему, 400 или 300 чем-то рублей в месяц стоит подписка. Значит, как на iPhone производить оплату, я думаю, все знают, да, это можно с помощью SIM-карт МТС, по-моему, Билайна там и еще какого-то оператора. Вот, у меня МТС, виртуальная SIM-карта, как бы я ее сделал, на нее ложу там, допустим, деньги и оплачиваю какую-то подписку, ну, какая мне нужна. Вот, собственно, приобрести можно так, проблем с этим нет. По программе, давайте сейчас я включу запись экрана, и мы с вами посмотрим, в принципе, что она нам дает. Вот, практически, вот, о том, что я говорил, плоский профиль, он, в принципе, доступен на практически любых моделях iPhone, на 7+, он точно доступен, на меньше, то есть, там, 7-6, наверное, тоже, но это нужно посмотреть, точно не знаю. Можно скачать демо-версию и посмотреть, будет ли у вас все это дело доступно, если да, то можно будет потом уже приобрести, ну, если у вас какая-нибудь там старая версия iPhone. Запускаем приложение, вот так его оставлю, значит, смотрите, что у нас здесь есть. В принципе, по настройкам у нас доступно много всего, камера, частота записи и так далее, где-то, сейчас я посмотрю, вот, разрешение, по-моему. Вот, то есть, видите, можно выбрать 4К 10 бит, то есть, в принципе, это довольно-таки неплохо для телефона, то есть, потом, впоследствии, можем очень красиво все это дело покрасить, 10-битный, как говорится, файл, это, ну, это хорошо. Хорошо, вот, по этим настройкам, в принципе, здесь все понятно, как бы, да, там у нас стабилизация, камера передняя, задняя, если у вас их 3, то, соответственно, 1, 2, 3, в общем, здесь все понятно. Теперь заходим вот сюда, в круги, и здесь у нас баланс белого, естественно, мы можем делать. Так, это вот доступно только, а, это несовместимо с 10-битным, но это такие некие пресеты, я, в принципе, думаю, вы ими пользоваться не будете, поэтому они и не нужны. Вот, ну, и переходим вот сюда на такую кривую, то есть, здесь у нас есть натуральный цвет, то есть, как видите, да, как оно снимает, есть вот лейнер какой-то, не знаю, более, наверное, такие приглушенные цвета, гибрид лок гамма и лок V3, это вот 10-битная, именно здесь мы также можем поиграться тенью, выделением, там все это дело настроить, но я ничего делать не буду. Вот сейчас так позаписываю, и потом уже добавлю кусочек, вот, видео с телефона, но уже с применением, например, какого-нибудь лута. Вот, давайте вот так запишем стол, чтобы у нас было, что сюда применить вообще, какой лут. Вот, то есть, как-то вот так вот сделаем с вами, и потом сюда накинем, и посмотрим, что у нас с вами получится. Так, сохранилось. По программе, значит, смотрите, подключаем также, в принципе, любые проводные микрофоны, также Bluetooth, он работает с Bluetooth-микрофонами, это программа, то есть, мы можем какую-то петличку подсоединить, там, да, свою, там, любую Bluetooth-овскую, вот, либо через провод также накинуть любую петлю, либо микрофончик, и, то есть, ну, получить более качественное звучание в ваших видео. И плюс этот профиль, который нам дает возможность в тенях, в светах, да, там, поиграться, ну, и плюс также накинуть какой-то лут, либо просто покрасить это видео, чтобы оно было красивое. Вот, собственно, как-то так, программа, в принципе, стоит денег, но вот насчет подписки ежемесячной, конечно, тут спорный вопрос, вот, насколько вы будете ей пользоваться, если вы прям реально снимаете на мобильное устройство ежедневно, там, или хотя бы, ну, я не знаю, там, 3-4 видео в неделю делаете, тогда, в принципе, тоже будет, ну, как бы, актуально. Если так просто поиграться один разочек, то, наверное, ну, это дороговато будет платить за эту подписку, чтобы, там, раз в месяц что-то снимать. Вот, так что смотрите сами, но программа хорошая, программа есть, я говорю, в ней доступен вот этот, так скажем, вилок, да, профиль, вот, с которым потом можно будет уже на посте поиграться. В Blackmagic такого профиля нет, в Blackmagic можно применять лут, но, опять же, лут применяется уже на 709-р, который у вас, камера записывается своими цветами, и получается прям такой агрессивный такой покрас, то есть невозможно. Если бы можно было там выставить профиль, так скажем, вот такой, да, там, допустим, какой-нибудь вилок или гибрид логамма, и накидывать лут, тогда было бы совсем все по-другому и посимпатичнее. Ну, к сожалению, там такого нет, но лут можно применять. Здесь нету системы, где можно накинуть лут сразу, чтобы посмотреть, как будет выглядеть видео, вот, но зато есть вот такой профиль, которым, в принципе, ну, то есть он важнее, я думаю, чем применение лута, потому как вы записываете все это вот в таком сером, скажем, цветах, и потом уже на компьютере делаете из него красоту, чтобы все было вот так, как вам нравится. В общем, на этом у меня все, вот, еще раз скажу, фильмик про называется программа, зайдите, посмотрите, что по цене в Apple Store, вот, и если можно скачать предыдущую версию, которая была бесплатная, то, в принципе, скачивайте, в ней все вот это вот доступно, я вам только что показал, в принципе, все настройки доступны, в про-версии там чуть больше всякого, вот, ну, в принципе, я думаю, и с этим вам вполне всего хватит. В общем, как-то так постарался быстро, не знаю, получится быстро или нет, но вот, примерно 3-4 минуты, я думаю, постараюсь все это дело намонтировать и нарезать. В общем, все, на этом у меня все, с вами был я, Данил, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем добра, тепла, берегите себя, пока-пока.